ребятки привет привет с ангелушей мы собираемся сегодня по моей бабушке годик какие не стало хотим с этим на кладбище к ней цветочки положить конфетки печенушки сладенькая а потом встретиться со всей своей роднёй и вспомнить о ней какая она у нас была хорошая какая она у нас была замечательная да котенок мой но мы быстренько с этим нам же нужно побывать на ее годовщине конечно на кладбище котик мой так тут окошки я пооткрывала что был свежий воздух мы очень быстренько мы быстренько возложим ей цветочки ее хорошим словом вспомним и посидим и поедем с этим к твоей сестре в гости да вот она у нас научилась кстати молитве да вот умница ты моя идем сюда и лучше идем одеваться будем с тобой холодно конечно потому что он папа пришел да пришел папа мы бьемся ну где твоя шапка розовая кстати я не знаю хорош остается дома с кирушей это кошки оденем ботиночки вот какой велосипеда бездорожье у бабушки в деревне грязь его дочь и или вот взять и зонтик еще так я и взяла собой я показала как красивая нету розовая там только зелененькая нет куда ты на улице как уход на ладно пойдешь в это не буду я искать это важно начать начнут ждать нет нет вот в этой зеленой еще зайду в комнату посмотрим в комнате в этой курсе поеду я в этой зелененькой поедешь но мы правда не в свет а я могу вот эту оденем под свет оденем до вот такой вот розовенький наверно в этой зелененькой поедешь но мы правда не в свет она каким-то сольчиками а не зеленая так и что ты не фунтово я одену не знаю что это я посмотрю как тебе будет красивей и одену да? да я тебе попустю всякого саду а тут и все нету не надо зеркало я посмотрю и схожу к шкафу только ты отойди пожалуйста чтоб я видела каких у меня лучших я хотела сосу тут знаю в каких лучших в каких лучших но это типа черненькая черненькая? кому же мне лучше в беленьких не будет удобней а черненькая что не удобней? нет? в черненьких каблучочки а здесь то куда в ней даже не знаю котик а я вдруг где-то пойду в плоской убивленно а вдруг мы куда-нибудь пойдем и мне будут туда в плоской убив mel на нее ходить меры это не настоящая пчела у нас показывает температуру слушай так была холодно, еще Ангелену надела потеплей да? ууу ууухухinha что там пчела? или что у тебя там рассыпалась мам, тут поднимется Пап, не надо ручьи, нечего. Пап, я все равно не буду. Что ты все равно не будешь? Где ты там у меня? Вот. Вот, я иду. Отъедем. Заказывала в стадион. Ветху ездим. Сейчас мы съездим, а потом ты сходишь на детскую площадку, поиграешь, если не пойдет дождь. Хорошо? Вот надо было нам с собой, конечно, взять зонтик, а мы так с собой поскакали, без зонта, без ничего. Да? Так что мало ли что. День лил, сейчас к часу перестал. Знаешь, как поет моя раз шутцотка? Кстати, Славяка Анька приехала из Италии. А что она там делала? В Италии? Мам, а на что там? А, на того, что работала? Ну. Говорят, что по телевизору показывают, все это ерунда. Мам, 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 старики говорят, болеют вы больны коронавирусом. Подожди. В Италию даже, в Италии в больницу не забирают, 65-70 лет. Подождут, говорят, 3-5 дней, и что умрут. Приехали, приехали, жена умерла, а муж еще, ну, еще больной, но еще держится. Ну, мы приедем еще через 3 дня. Короче, там никому ничего не дают. На ворота, говорят, крестик поставили, на воротах, на вкладных передом, и все, и поехали. Такая там ситуация. У нас еще не совсем так все плохо. Просто мы не знаем о плохом. Ну, не знаем, но работаем же, нету, как в России. Ну, слава. На Украине. Карантин вели, денег нет. У нас тестов нету, тесты миллионы долларов стоят. Не хотят государство тратить на тесты деньги. Хотят. Им и так думают хорошо. Они экономика, им главное. Остальное люди, люди это, это муравьи саранча что-нибудь. Как и везде. В России, не знаю, наверное, лучше смотрят, чем у нас. Ну, смотри, вот Марина же рассказывала, тетка у нее с Ростова. Она работает, у нее деньги есть, остальные все сидят, не работают. Начали заниматься кражами, воруют, а что делать? А, ну, правильно. А жить за что-то жгать, да. Я так и думал, что у кого есть деньги, то есть. Так, ну, 10% может есть, а 90% что делать? Вот она на какой-то фабрике работает, к пропускам ходит. Ну, деньги есть, то, что сказал Путин по телевизору. Всем выдавать зарплату. На самом деле, не всем она выдает. Нет, в Москве, Москва, Московская область. Наверное, все, как у нас, все, что радужка, живет. Московская область. Чтобы митинала не было, она... Москва, а где мне сюда ехать? А у Насти, что со мной девочка работает, у нее в этом, во Львове, тоже там карантин. Тоже говорят, ну, те, что медики, которым нужно работать, они работают, остальные нет, тоже сидят. Ну, сейчас, наверное, уже у них там идет послабе, уже, наверное, разрешили работать с некоторым. Везде плохо. Везде плохо, везде все скрывается. Где и куда не возьми. По телевизору одно, на самом деле, другое. Да, иммунитет у нас получше. Вы просто терпеливые. Ну, так, за это иммунитет тоже текучее, мы текучее. Сервимся и за работу, и за все. Чтобы войны только не было. Иммунитет у нас лучше. А где у нас будет лучше? Юра, Чернобыль. Почему? В Генах уже после войны заложено это, что много, много, очень погибло белорусов, очень много. Так вот, так, чтобы мы самые первые депутаты приняли. Четвертые, вот того и иммунитет выработался этот. И Советский Союз. Все копили, копили, все пропадало, но все равно до сих пор копят, если что-то есть копить, конечно. А если пенсия меньше зарплаты, так накопишь. Где-то ничего копить. Ой, какое красивое поле. рапси. С твоей стороны. С моей нету. Это ангелуши завезти туда и пофоткать, да, котенок? Красиво в рапсе. Нету погода. У нас вообще нет погоды. Нигде нету. Ну, не знаю. Вот я смотрю, некоторых блогеров они показывают. Юра, в жортах и у майки. 26-27 у нас. Где они? Может, на юге где-нибудь? Нет, не на юге. Ну, не на севере точно. Где-то, наверное, где-то там, на Урале где-то. Очень плохо. Ну, мы мерзнем. Может, типа, какой-то циклон с Балтики пришел. У нас холодно, в России холодно. Я думаю, на Украине тоже. Так что тоже смотрят там блогеры, этого мужчину. Тоже сказали, что в Киеве холодно. Так что в Киеве 250 километров. Ну, да, что тут рукой подать. 4 часа. Не, не считая границы, сколько? 4 часа, наверное, и там. Да, не считаю. Ну, смотря, я не знаю. Не, ну, если будешь ехать, ты за 2,5 доедешь. Там дорога, смотря, какая. Все поремонтируют. Нет, ну, нормально. Там сотню 90, едет 120. Ну, что, в том году у них была хорошая дорога до Киева. После Киева была ничего, это уже потом. Да, года два назад были. Ну, какие года два? Катакомбы. Мы были год назад там. Я имею в виду года два назад Катакомбы. Не помнишь, как мы на спринтере ездили? Нет, это не года два. Это, помнишь, когда мы ехали в Крим и мы неправильно поехали? 20 километров уехали. Что-то не помнишь? Мы же без навигатора. Когда я была, хоть неси. Мы же ездим по разговорам, по-не навигаторам. Мы же по старинке, по карте. И потом, может, мужик нас встретил, кто вас вообще по этой дороге послал? Ну, может, хотели бы. Хотели проверить. Было. Видишь, пока миссия Украина открыла свои границы, но вас не пускают. Возможно, сказали в июне. Саша не поехал на Россию. Сказали, белорусов, россияне в черный список внесли по коронавирусу. Правильно. Я тоже, например, согласна. Они сомневаются, что вообще здоровые там люди есть. Мы все больные, как у них. 45% наверное, только носители. Они сами могут и не знают, что они переносчики болезни. Так вот, на заводе заболел мужчина коронавирусом. Он и не сам. У Светки. Нет. У него все признаки. Все, его забрали. Ну, а то, что там их ног кто поболел, стали брать у жены, у мужа, у детей. Уже мы тоже коронавирус. Признаков никаких. Ни температуры, ничего прекрасно чувствует. Ну, это иммунитет, наверное. Так что протекает оно. Кстати, я тоже думаю, что все-таки помнишь, когда я болела? Мне воздуха не хватало. Возможно, тоже переболела. А хочешь, не хочешь, на работу ходили. Температуры нет, тоже больничной не дают. Все, скоро. Может, сейчас подъезжаем. Подъедем к кладбищу, положим все. Все на этом. Дальше уже снимать не будем, потому что там будут родственники. Мам, и тут красиво не ходят, а мама? Да, здесь только покосить надо, не косят. Ну что, мы подъезжаем. Да, котик? сходим на кладбище, положим на могилку, стоим там и поедем к нашим родственникам. Там уже собрались, только близкие члены семьи, потому что никто не собирается, соседей не будет, да, и все боятся приболеть. С одной стороны, конечно, прекрасно можно понять, почему. я бы тоже бы не ходила по соседям. детей же разносятся все это зараза. Не дай бог, дети, мы там, а дети, это дети. Тем более, то в Викторе видео было, когда мальчика забирали, когда он звал маму, чтобы без след смотреть нельзя, все-таки стресс для ребенка. Да, сердце становится, не дай бог, ребенка, испуганно. Да, перепугается, мало ли что. Это же не как батарейку на зарядку поставила и все, зарядилась. Мальчик, да, вот ты тоже не слушаешься, вредничаешь. Бегаешь, руками по магазинам хватаешь, языком все лиже, что не надо. О, наши, слушайте, наши побыли на кладбище. Видите, поехали, Максим? Вот так. Так что вот так, ребятки, подписывайтесь на наш канал, наши подписчики. Вот мы с вами проехали, всю эту дорогу практически проговорили. Мама, я помню этот дом и ты. Да, я помню, проговорили. И ты, и папа. И папа помнит. Потому что мы уже еще метров 50, но мы на кладбище. Не хочу снимать кладбище. Я думаю, вам это даже будет не интересно, на кладбище снимать такое место, где не хочется снимать, а хочется все-таки постоять в тишине со своими мыслями. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте нам классы, потому что дальше еще будет одно видео, возможно, выйдет даже сегодня два вместо одного. Пока, пока, ребята. Сзади, посмотрите.